Губернатор Олег Кожемяка и глава Владивостока Константин Шестаков провели выездное совещание по реализации в Дальневосточной столице национальных проектов. Ход ранее выполненных работ и проводимых сейчас оценивали на второй речке. Два проекта были реализованы в блоке формирования комфортной городской среды. Мы сейчас находимся на набережной Татарка. Кстати, в этом году решение Минстроя при большом конкурсном отборе эта площадка вошла в топ-60 лучших муниципальных практик всей страны. А за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом районе строят мост через речку. Параллельно проводят реконструкцию уличнодорожной сети на улицах Волжской и Шуйской. Прокомментировал мэр Владивостока и ситуацию с дорогой, ведущей к набережной в районе улицы Татарской. На Татарской мы понимаем, что дорога, которая подходит к этому пляжу, она ненормативная, это очевидно. Мы сейчас в этом году проведем аварийный ремонт этой территории. Мы будем использовать асфальтовую крошку, которая освобождается у нас при реализации проекта на Волжской и Шуйской. После того, как основные строительные работы на теннисном клубе будут завершены, мы проведем полноценный ремонт уже этой территории с асфальтовым покрытием. Ранее губернатор Олег Кожемяка призвал приморцев активнее голосовать за нужные парки и скверы, чтобы край стал еще уютнее и комфортнее. Онлайн-голосование по нацпроекту – одна из четырех программ, в рамках которой в этом году будет вестись работа по благоустройству. Также преобразование общественных и придомовых пространств будет проведено по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе «Минвосток. Развитие тысячи дворов Дальнего Востока» и проекту губернатора Олега Кожемяка «Тысяча дворов». Анна Дьякова, Новости на восьмом.